Здравствуйте, с вами Ольга Сидоровская, яхт-клуб Санкт-Петербурга. И я знаю, что вам интересно узнать о самых лучших яхтах, доступных для свободной аренды в Санкт-Петербурге. И сейчас я вам о них расскажу. Смотрите этот выпуск до конца. Сначала я вам расскажу о больших парусниках, где работает профессиональный экипаж и необходима большая команда для постановки парусов. А потом перейдем к небольшим яхтам, на которых можно выйти без особых навыков. Первое. Шхуна Надежда. Это жемчужина нашего классического флота. Эта шхуна была построена в 1912 году в Голландии, затем она перешла в Германию, на ней ходил последний немецкий пират, знаменитый граф Феликс фон Люкнер. На этой шхуне он обошел вокруг земного света, доходил даже до берегов Австралии. Известный немецкий подводник, биолог, еще задолго до Жака Ива Кусто снимал именно на этой шхуне фильмы о подводном микрокосмосе. После войны шхуна оказалась в Ленинграде, была учебной базой нахимовцев, студентов-океанологов и даже первым кораблем знаменитого праздника выпускников Алые паруса. Сейчас это учебный парусник яхт-клуба Санкт-Петербурга, и шхуна свободна для доступной аренды. Экипаж 18 человек, 6 человек, это профессионалы и может быть 12 гостей. Шхуна подходит как для коротких прибрежных плаваний, очень красивых, романтичных под парусами, так и для длительных переходов. Ну, например, можно отправиться на ней на какую-нибудь регату больших парусников, вроде Толши Прейсис, или просто походить по островам Финского залива и Выборгского залива, сходить на форты, дойти до других городов Балтийского моря. Длина парусника 36 метров, площадь парусов 380 квадратных метров. На шхуне есть много комфортных кают от двух до четырех мест, в каждой из них есть несколько душевых, гальюнов и очень классный, хорошо оборудованный камбус, большая кают-компания. Стоимость аренды шхуны Надежда 150 тысяч рублей в сутки. В эту стоимость входит проживание на борту и работа профессиональной команды, которая с удовольствием поучит вас ставить паруса, и, конечно, у вас будет возможность прикоснуться к живой истории флота. Второй парусник – марсельная шхуна «Леди Эл». Этот парусник стилизован под историческую шхуну 18 века, три столетия назад, такие яхты использовались для доставки мелких грузов, для разведки. У них очень большая площадь парусов, поэтому они довольно быстрые. Эта шхуна спущена на воду в 2015 году и достроена мастерами яхт-клуба Санкт-Петербурга. Сейчас это учебный парусник, который тоже свободен для доступной аренды. Экипаж 12 человек, 4 человека – это профессионалы, может быть на борту 8 гостей. Условия отличные, современные каюты, 3-4 местные, можно отправиться целой семьей. Этот парусник для тех, кто любит экстрим. Площадь парусов более чем 600 квадратных метров. Это значит, что вы будете очень много работать с парусами, забираться наверх и развивать просто невероятные для такого большого парусника скорости. И вообще, я считаю, что это самый красивый парусник в Санкт-Петербурге. Стоимость аренды марсельной шхуны Lady L – 100 тысяч рублей в сутки. В эту стоимость входит проживание на борту, а также работа профессионального экипажа. На этой шхуне можно походить как вдоль берега, так и отправиться в длительное путешествие. Ну и если вы отправитесь на этой шхуне, на какую-нибудь регату больших парусников, то вам просто не будет равных, потому что она очень скоростная. Третья яхта – это гафельный кутер Lookul. Я почти уверена, что из этих трех слов вы не поняли ничего, но честно скажу, что эта яхта – моя любовь. Вы только посмотрите на эту красоту, и она заслуживает отдельного лайка. Не вдаваясь в подробности, скажу, что гафельный кутер – это просто классификация яхт, парусного вооружения, можно проще. Яхта Lookul. Длина яхты 11,5 метров, площадь парусов почти 200 метров. Экипаж 12 человек, 3 человека – это профессионалы, может быть 9 гостей. На этой яхте очень комфортно отправляться в какие-то длительные плавания и даже попадать в шторм. Она очень остойчива, и в принципе даже во время сильной качки вы будете чувствовать себя комфортно. На яхте есть для гостей две трехместных каюты и один матросский кубрик, рассчитанный на двоих человек. Есть душевая, есть гальюн, есть комфортная кают-компания, хорошо оборудованный камбус. Стоимость аренды яхты в сутки – 100 тысяч рублей. В эту стоимость входит проживание и работа профессионального экипажа. Четвертое. Парусно-гребная лодка Гичка. В 18 веке такие лодки использовали, чтобы доставлять мелкие грузы с корабля на берег. Это разъездная лодка офицеров. Ну а сейчас это лодка, на которой можно получать огромное удовольствие от хождения под парусом. Можно идти как на веслах, когда нет ветра, так и поставить паруса, когда ветер есть. Длина этой лодки 11,5 метров. Площадь парусов 39 квадратных метров. Экипаж 12 человек. Три – это профессионалы, может быть, девять гостей. Несмотря на то, что эта лодка, она подходит не только для коротких морских прогулок. На ней можно отправиться в поход. Гичка отлично подходит для дневных переходов. То есть целый день вы идете из точки А в точку Б и останавливаетесь вечером на ночлег. И она достаточно вместительная, поэтому можете взять с собой все необходимое. Стоимость аренды Гички – 50 тысяч рублей в сутки. В эту стоимость входит работа профессионального экипажа и аренда самой лодки. В яхт-клубе Санкт-Петербурга 10 таких лодок, и на них можно проводить корпоративные регаты, можно устраивать тимбилдинг. Это отличная история. Можно очень быстро сплотить команду, потому что буквально каждую секунду на этой лодке нужно что-то делать. Или грести, или работать с парусами. И пятое – это яхты класса Фар 30. Эти лодки подходят только для коротких прибрежных плаваний. На них часто проводят какие-то корпоративные вечерние регаты. Длина этой лодки 9 метров. Экипаж 6 человек – это гости, и один профессиональный шкипер. То есть вы можете впервые прийти на этой лодке, выйти на ней в залив, и уже попробовать поработать с парусами, и даже погоняться. То есть особых навыков не требуется. Фар 30 – это универсальная лодка, которая подойдет как новичкам, так и профессионалам. На ней можно проводить и корпоративы, и спортивные зрелищные гонки. Если вы новички, то лодку можно взять в аренду вместе со шкипером. Для экипажа из 6 человек это будет стоить 25 тысяч рублей. В эту стоимость входит аренда лодки и работа профессионального шкипера. На таких лодках обучают яхтенных капитанов, затем выдают им права. У нас в яхт-клубе есть парусная школа, называется Республика Шкипер, и всю подробную информацию о школе вы найдете под этим видео в описании. Спасибо, на этом все. Пишите в комментариях, какая из яхт вас больше всего заинтересовала. И обязательно ставьте лайки, если это видео было для вас полезным. С вами была Ольга, яхт-клуб Санкт-Петербурга. До новых встреч!